МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде чем перейти к обзору завершающей 2019 год оперативки в правительстве, хочу исправить ошибку, которую мы допустили в прошлом выпуске. Ошибка касается того, что не Уфимский район, а Демский район получил обратно заранее купленные продукты для корпоратива. Случай этот оказался разовым. В целом, корпоративы за прошедшую неделю прошли успешно во всех ведомствах. Некоторые прошли с запланированным размахом. И уже теперь можно констатировать то, что чиновничество и административный аппарат Республики Башкортостан демонстративным образом игнорировал указания Радия Хабирова о том, чтобы быть скромнее и сдержаннее в новогодних и предновогодних празднествах. Из характерных особенностей оперативного совещания, которое завершило 2019 год, отмечу продолжающееся отсутствие на заседаниях правительства Илшата Тажеддинова и все еще продолжающееся отсутствие Ростислава Мурзагулова. Причем Мурзагулов опубликовал в своем телеграм-канале сообщение о том, что он уже приступил к новогодним каникулам отдыху и сообщил о том, что накатить с утра – отличная мысль, тем самым полностью опровергнув тезис дорогого Радия Фаритовича о том, чтобы в новогодние праздники нужно быть трезвее и сдержаннее. Еще одной особенностью этой оперативки было какое-то совершенно дикое, жуткое техническое обеспечение самого процесса. Такое ощущение, что режиссеры, операторы, техники и всякие администраторы в Белом доме то ли не оправились после корпоративов, то ли уже ушли отдыхать. В общем, звук пропадал, трещал, ломался, из сюжета вылетали целые куски, иногда целые доклады пропадали из трансляции. В общем, конечно, такого уровня технического обеспечения оперативного совещания правительства Республики Башкортостан я не припомню. По содержанию оперативка была абсолютно традиционной. Естественно, начались вопросы об оперативной обстановке на дорогах ЖКХ и ЧАЭ. Борис Владимирович Беляев, который на этой оперативке был абсолютно незаметен и незначителен по количеству выступлений, сообщил о том, что в жилищно-коммунальной сфере вообще все окей, никаких проблем, все прекрасно штатно. Видимо, он не в курсе, что, например, в Иглино фекальные массы начали обратный путь в прямом смысле, и несколько домов затопило, значит, продуктами канализации. Но ничего, Борис Владимирович на такие вещи внимания не обращает и бодро рапортует о том, что жилищно-коммунальный комплекс Республики Башкортостан работает как швейцарские часы. Кроме всего прочего, он достиг неимоверных результатов в области гарантий по вывозу мусора в праздничные дни, потому что Борис Владимирович не больше не меньше создал группы в Ватсапе, в которых теперь, значит, операторы ТКО будут свободно общаться и координировать свои действия. Ну, естественно, теперь после того, как созданы группы в Ватсапе, наверное, с мусорной реформой у нас проблем в Республике не будет. Тимур Афисович Мухаммедьянов также на этой оперативке был немногословен, сообщил об итогах года в статистической части, которую он обычно оглашает. Он сообщил, что у него на 3% уменьшилось ДТП на дорогах республики, на 2% стало меньше раненых в этих ДТП, и на 16% человек погибло в этих ДТП. Я уже много раз говорил о том, что я категорически не верю в статистику Мухаммедьянова. Я абсолютно уверен, что он притягивает за уши эти цифры по смертности только потому, что Владимир Путин однажды сделал нагоняй и ата-та радио Фаритовича Хабирова, и эти цифры будут так или иначе дотянуты до уменьшения, причем, как мы видим, существенного уменьшения. У меня, как обычно, вопрос к Мухаммедьянову с точки зрения математики. Дорогой Тимур Афисович, как Вы объясните ситуацию с тем, что количество ДТП снизилось на 3%, а количество погибших в этих ДТП снизилось на 16%? Единственным правдоподобным вариантом объяснения подобной аномалии с цифрами может быть то, что в Республике Башкортостан кардинальным образом изменился характер дорожно-транспортных происшествий. То есть, все они стали милыми, незначительными, это побитые бамперы, отколотые зеркала и так далее, и так далее. К сожалению, на самом деле, та картинка, которую мы видим регулярно и в группах БАШ-ДТП, и в группах, созданными ГИБДД Республики Башкортостан, мы видим, конечно, кровавые происшествия массу погибших. В общем, еще раз, по прошествии новогодних праздников, самым тщательным образом, из самых разных сторон, мы проверим вот эту статистику Мухаммедьянова. И еще раз говорю, я не верю Тимуру Арафисовичу. Только было собрался выступить с обзором чрезвычайных ситуаций в Республике Гумеров Фарид Рифович, как случился первый из сбоев трансляции. В общем, его выступление не вошло в трансляцию оперативного совещания, и мы не узнали, что же такого чрезвычайного стряслось в Республике Башкортостан за истекшую неделю. Вообще, оперативка в этот раз была отчетной по итогам года, и закономерно, что вторым вопросом был отчет председателя Комитета по строительству и архитектуре Ахмадулина Марата Федаевича об итогах строительной отрасли и задачах на 2020 год. Вообще, весь доклад Ахмадулина был попытка представить провал победой. С этого, собственно, Марат Федаевич и начал. Он сказал, что из семи ключевых показателей нацпроекта ему удалось выполнить шесть. Один не удалось выполнить. А сейчас я попробую, перечисляя доводы господина Ахмадулина, вот эти все семь ключевых показателей, доказать, что на самом деле нацпроект Башкирии, нацпроект по увеличению объема строительства жилья провален. Начнем по порядку. Вообще, Ахмадулин, конечно, там, где нельзя было очевидно доказать свою победу, напускал дыму и вносил какие-то непонятные формулировки довольно часто. В первом аспекте, в первом ключевом показателе именно так и есть. Звучит он следующим образом. В результате мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства он построил 200 тысяч квадратных метров жилья. Что за мероприятия? Что за программы? Как стимулировали? Ни слова. 200 тысяч квадратных метров. Много или мало? Мало. Это примерно 20 многоквартирных домов. Кто построил? Ахмадулин построил? Нет. Непонятно. То есть, вот такую зашифрованную абстрактную фразу Марат Федаевич преподносит как первый выполненный ключевой показатель. Окей, движемся дальше. Второй ключевой показатель, который как будто бы исполнил Марат Федаевич, это объем жилья в многоквартирных домах в стадии строительства. В 2018 году это было 6 миллионов квадратных метров, в 2019 году это 5,5 миллионов квадратных метров, при том, что запланировано у него было на этот период, на 2019 год, 5,3 миллиона квадратных метров. Вообще, это абсолютно неочевидный показатель, потому что снижение объема жилья в стадии строительства нельзя однозначно отнести к каким-то достижениям, ибо это может быть как на снижение объема строительства указывать, так и на снижение объема проблемного строительства. То есть, абсолютно неочевидный параметр. Марат Федаевич записывает себе в актив и сообщает, что это одно из шести его достижений. Окей. Третий ключевой показатель, который как будто бы исполнил Марат Федаевич, он вообще самый загадочный. Площадь земельных участков, выделенных в оборот, согласно федерального закона номер 161. 10 гектаров. Вообще, о чем идет речь, трудно очень понять. Особенно если учесть, что федеральный закон 161, о котором упомянул Марат Федаевич, это закон о национальной платежной системе. Я что-то не понял, о каком строительстве и выделении земельных участков в 10 гектаров в контексте закона о национальной платежной системе, говорит господин Ахмадулин. Тут либо просто человек от балды взял цифры с неба, либо какая-то есть страшная тайна в этом выделении 10 гектаров земли согласно закону о национальной платежной системе. Но, тем не менее, это третий пункт побед Марата Федаевича. Четвертым ключевым параметром является расселение аварийного жилья. В 2018 году было расселено 18 900 квадратных метров, 1200 человек, а в 2019 всего 4 600 квадратных метров и 290 человек. Пардон, о каких достижениях и о каких ключевых показателях идет речь, если в этом году расселили в 4 раза меньше, чем в предыдущем. Тем не менее, этот пункт тоже Марат Федаевич записывает себе в актив. Пятый пункт. Количество ипотечных кредитов по региональной системе жилстройсбережения выросло с 718 году до 2019. Мы уже говорили об этой системе, это когда у граждан и населения берут деньги под проценты, которые ниже, чем проценты, которые дают банки на депозитах. Ну, в общем, тут, конечно, это... И вообще, как этот критерий мог попасть в число критерий, оценивающих деятельность госоргана власти, я не понимаю. Шестым критерием, который Марат Федаевич считает все-таки исполненным, это... Звучит он так. Так, вот жилья в рамках реализации мероприятий, концепции обеспечения жильем отдельных категорий граждан. В 2018 году он ввел 113 тысяч квадратных метров, а в 2019-м 156 тысяч квадратных метров. Что за категории граждан? Никакого разъяснения. Мы очень надеемся, что речь идет, конечно, о инвалидах, ветеранах, сиротах, вот тех вот этих вот действительно особых категорий граждан, а вовсе не о нуждающихся чиновниках, которых тоже, собственно, неплохо снабжает жильем Марат Федаевич. В общем, конечно, опять зашифрованный критерий, и все это побегы. Но, внимание, один критерий Марат Федаевич все-таки провалил. И критерий этот звучит следующим образом. Увеличение объемов жилищного строительства в Республике Башкортостан. Именно с этим не справился Марат Федаевич. Именно это, собственно, и был нацпроект. А все остальное, то, что он наплел вокруг, пытаясь, значит, замазать основное, это все отмазки. Так вот, в 2018 году жилищное строительство у нас составило 2 миллиона 280 тысяч квадратных метров, а в 2019-м 2 миллиона 350 тысяч квадратных метров, при том, что запланировано было 2,73 миллиона квадратных метров. То есть план категорически не выполнен. Не выполнен очень серьезно. Более чем на 10%. Но тут, конечно, в ход пошло беспроигрышное. Это вот то, что еще остается в резерве у команды Хабирова. Это попытка свалить на предыдущие администрации, на предыдущую команду проблемы. И именно этой последней возможностью воспользовался господин Ахмадуллин. Он сообщил, что причиной вот этого провала нацпроекта является, внимание, в кавычках, низкий задел на 2019-2020 годы. Кто ему должен был этот задел создать? Хамитов Струханом, что ли? Но, простите, эти ребята уже почти полтора года тут у власти занимаются строительством. Так и не смогли себе создать заделы. Стоит упомянуть еще одну интересную деталь из отчета господина Ахмадулина. Это то, как на самом деле выглядит структура ввода жилья в Республике Башкортостан. 61% из того, что в общий котел свалил Ахмадуллин и попытался представить это как успех, это индивидуальное жилищное строительство. А именно то, к чему ни госстрой, ни кто другой вообще не имеет никакого отношения. Это индивидуальные застройщики. Это люди, которые построили дома себе сами. 61%. И только 39% это хоть сколько-нибудь регулируемый процесс, на который должна обращать внимание ведомство господина Ахмадулина. Этот расклад, он в принципе почти не изменен в Башкирии в последние годы. Любой сарайку, любой начавшийся там где-то на задворках села строится дом, тут же причисляют к статистике строительства. И на самом деле цифры реальной ввода жилья, конечно, весьма скромные. То есть, меньше 1 миллиона квадратных метров жилья многоквартирных домов введено в Республике Башкортостан в 2019 году. Стоит упомянуть и о планах господина Ахмадулина и строительного сектора Республики Башкортостан на 2020 год. В 2020 году Марат Федаевич предполагает строительство полумиллиона квадратных метров жилья по новой схеме с применением эскроу-счетов. Исходя из того, что всего Марат Федаевич предполагает, что на будущий год будет введено 3 миллиона квадратных метров жилья, что на самом деле выглядит и звучит очень фантастично, мы можем высчитать, что всего 15% от вводимого жилья в Республике Башкортостан перейдет на новую схему. То есть, косвенно это звучит как подтверждение того, что в 2020 году практически не появится новых площадок для строительства, а будут кое-как достраиваться старые. То есть, либо возникает у нас дефицит жилья в Республике, либо платежеспособный спрос уже настолько низок, что, собственно, и строить смысла нет. Ну, в общем, посмотрим. Я никак не верю в эти 3 миллиона, которые обещает Марат Федаевич, и вряд ли они состоятся. Вот эта цифра про 15% поиска роу-счета, там очень четко характеризует ситуацию со строительством. Кроме всего прочего, Марат Федаевич обещает решить проблему, восстановить права 2000 обманутых дольщиков в 2020 году. То есть, это примерно 20-25% от числа тех людей, которые числятся обманутыми дольщиками, или станут ими в 2020 году, ну, а это случится обязательно. То есть, весьма скромные планы на себя взял Марат Федаевич. Однако, и в них мне тоже не верится, потому что в конце года начали всплывать какие-то очень странные, я бы, если бы не сказал хуже, обстоятельства, связанные с долевым строительством. И о них, наверное, нужно упомянуть сегодня, хотя о них и не упоминалось на оперативке. Все дело в том, что поведение тех структур, которые призваны решать проблему обманутых дольщиков, в республике Башкортостан становится все более и более загадочным. Помните, в прошлой передаче мы упомянули, что вот этот НКО-фонд по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами перед участниками долевого строительства, проще называть его фонд, возглавляемый господином Минебаевым, странным образом не выполняет своих обязательств перед системой Дом.РФ, я имею в виду погашение задолженности в случае и так далее. То есть, когда нужно было внести 12%, сумма 88% внесут федералы, и вот, значит, все очень сетовали на эту тему. Так вот, в наше распоряжение попал загадочный договор между вот этим фондом, господином Минебаевым, и некой Комлевой Анастасией Николаевной о продаже доли в уставном капитале некого ООО «Строй-зем-ресурс». 18 октября 2019 года Минебаев, которого сейчас упрекают в том, что он там не финансирует то и не финансирует это, за 340 миллионов покупает, по крайней мере заключает договор об этом, долю вот этой ООО «шечки». Что это за ООО «шечка», зачем она нужна некоммерческой организации вот этой по проблемам дольщиков и так далее? Ну, 340 миллионов, согласитесь, существенная сделка. Почему это никак не комментируется? Почему мы не знаем, зачем у некой Анастасии Комлевой покупать долю в уставном капитале? Вообще много вопросов к этому фонду, очень много. Тем временем, на прошедшей неделе тоже Комлева, не буду утверждать, что это та же самая Анастасия, сделала официальное заявление о том, что фонд Минибаева отказывается выполнять некие свои обязательства, тем самым подставляет и тормозит решение проблемы и так далее, и так далее. Тем временем, на фасаде, например, жилищного комплекса «Квартал» отчаявшиеся дольщики вывешивают плакат «Транспарант 3 на 6 метра» с требованием, просьбами обратить на них внимание дорогого Ради Фаритовича и обращают внимание на то, что Хабиров им лично обещал решение их проблемы, их объекта 30 июля минувшего года, как раз перед выборами, и все этого не случилось, и, дорогой Ради Фаритович, вспомни свои обещания. К чему я все это говорю? Я говорю к тому, что, с одной стороны, то, что касается денег и государственных финансов, вовлеченных в историю с решением проблем обманутых дольщиков, все очень странно, мутно и смутно. Деньги куда это девается? Покупаются какие-то непонятные активы, зачем это нужно, не объясняется. А по другой стороне этого процесса находятся те самые обманутые дольщики, которым увешали уши лапшой перед выборами, и теперь они начинают потихонечку прозревать. В общем, 2020 год маловероятно будет таким оптимистичным, которым его пытается представить господин Ахмадулин в своем отчете о работе строительного сектора Республики Башкортостан. Выслушав доклад Ахмадулина, Хабиров при всей очевидности провала национального проекта по вводу и строительству жилья в Республике Башкортостан признал работу строительного сектора успешным, удовлетворительным, похвалил, спасибо сказал. В общем, Хабиров, конечно, не был настроен критично на этой оперативке, и Ахмадулину поставили оценку удовлетворительно и даже хорошо. Третьим вопросом оперативного совещания, предновогоднего оперативного совещания, был скучный и нудный вопрос об итогах работы промышленности и планах на 2020 год. Доклад делал министр промышленности и энергетики Жильдяев Александр Николаевич, и весь его доклад был неким ворохом цифр, статистики, проверить которую не представляется никакой возможности, потому подробно, наверное, излагать ее тоже нет смысла. Отмечу только то, что господин Жильдяев злорадно утверждал, что индекс промышленного производства в Республике Башкортостан в четыре раза превышает индекс промышленного роста в Республике Татарстан, впрочем, несколько уступает Нижегородской области, Чувашии и Удмуртии. Честно говоря, подобные показатели в подобном порядке вызывают только улыбку, и повторюсь, не имея никакой возможности проверять статистику господина Жильдяева, наверное, не стоит всерьез относиться и к его докладам. В частности, господин Жильдяев сообщил, что Республика Башкортостан занимает первое место по производству дизельного топлива, соды, бензола, листового стекла, автобетононасосов, надувных лодок и настольных электрических светильников. Особенно меня очаровали вот эти настольные электрические светильники. Бесспорное лидерство Республики Башкортостан в области производства настольных электрических светильников, конечно же, окрыляет жителей Республики, внушает колоссальный оптимизм. Кроме всего прочего, Республика Башкортостан на втором месте в Российской Федерации по производству бензина, этилена, проволоки, канатов, пластика первичной формы, плит ДСП и стерола. И на третьем месте в Российской Федерации по производству вертолетов и проволоки из нелегированной стали. Это почти все, что нам поведал господин Шельдяев. Кроме всего этого вышеперечисленного, он сказал, что в Башкирии создано в 2019 году 11 тысяч новых рабочих мест. Вот здесь точно, позвольте не поверить, на самом деле количество рабочих мест сокращается, а Шельдяев пользуется либо фальсифицированной, либо ложной статистикой. Уровень промышленного экспорта в 2019 году составил 2 миллиарда долларов, что, собственно, очень немного, на самом деле, речь идет все-таки о валовой цифре. И в 2024 году господин Шельдяев попытается его увеличить до 3,3 миллиарда долларов. А также господин Шельдяев решил не отставать от иных отраслей промышленности и экономики в Республике Башкортостан. И с 17 января он будет проводить промышленные часы. Скоро эти часы будут, по-моему, уже в каждом ведомстве. Хабиров как-то не воспринял этот доклад Шельдяева, по большому счету, потому что он сказал какую-то абстрактную фразу такую, надо перейти на новый уровень работы в отношении предприятий, которые начинают хромать. Потом Хабиров как-то помолчал и сказал, ну что, хороший год, хорошая работа, ободрил он господина Шельдяева. Четвертым отчетом по итогам 2019 года на оперативном совещании был отчет министра здравоохранения Максима Забелина об итогах работы сферы здравоохранения. В начале доклада Забелина окончательно сломалась аудиотехника в Белом доме, трансляция превратилась в набор хрипов, схлипов и какого-то квакания, сквозь которое, ну, очень трудно было разобрать, на самом деле, содержание доклада Забелина. Собственно, он тоже был абсолютно победным. Забелин рассказал, как он мужественно истратил 74 миллиарда рублей на здравоохранение Республики Башкортостан, что здравоохранение это достигло каких-то немыслимых успехов и побед. На мой взгляд, именно доклад Забелина в максимальной степени расходился с реальностью, которую наблюдают жители Республики в своих поликлиниках и больницах. Например, Забелин рассказал о том, что в Российской Федерации Республики Башкортостан теперь занимает 18 место по смертности от новообразований. 177 человек на 100 тысяч населения, тогда как в прошлом году было 182 человека, и он на 5 человек снизил этот показатель. Считает это огромным достижением. Забелин не применил сообщить, что в этом году, в уходящем году, у него увеличилось на 27% финансирование льготного обеспечения медикаментами, что эта проблема практически решена в Республике. И это тоже на фоне того, что, например, согласно письма медиков Республиканской детской клинической больницы, дети в этой больнице неделями ждут обезболивания и так далее. В общем, конечно, господин Забелин витает в каком-то собственном пространстве, в этом пространстве 74 миллиардов рублей, которые он героически освоил в прошедшем году. Не применил сообщить Максиму Васильевичу о своих успехах в привлечении медицинского персонала в сферу здравоохранения. Он уверяет нас, что 375 новых врачей пришло в систему здравоохранения. То есть баланс медицинских кадров, по мнению Забелина, в плюсе на 375 врачей и 78 фельдшеров. Однако, отметим, что, например, в Сибае этот баланс минус 11 человек. В этом орденоносном Авзаловском Сибае минус 11 человек. 11 врачей сбежали из Сибае, уменьшив численность медицинского персонала. Также в Стрельтамаке потеря 6 единиц медицинского персонала и в 9 районах Республики Башкортостан убыли от 4 до 5. То есть это абсолютный показатель. То есть это насколько стало меньше. Понятно, что люди умирают, приходят молодые специалисты и так далее. Это речь идет о балансе. И вот как раз в орденоносном Сибае самый худший показатель именно по этому вопросу. Но Максим Васильевич не унывает. Он рассказал о том, как он героически построил три поликлиники в Республике Башкортостан. Кучу опять этих ФАПов, модульных ФАПов, амбулаторий. Все это из докладов доклада курсируют эти его цифры. Они уже немножко запутали сами себя и самого Забелина. Превратились в какой-то белый шум и рассказывают о том, что существует только в воображении самого министра и в докладах Министерства здравоохранения. Отдельно Забелин остановился на покупке, героической покупке новых машин скорой помощи. Мы помним, что на прошедшей неделе недюжий интерес был проявлен к этой истории. Выяснилось, что три четверти автомобилей скорой помощи, закупаемых Республикой Башкортостан, это вот эти вот так называемые уазики-буханки. Особенно пикантно это все выглядело на фоне того, что как раз таки наш дружественный, братский, соседний Татарстан в основном закупает современные автомобили Форд для нужд скорой помощи. И тут, конечно, подключили тяжелую артиллерию. Всевозможные Павлики Степановы и хронические велосипедисты-бреслеры на все лады в социальных сетях стали уверять, что именно буханка – это заветная мечта медика Республики Башкортостан. Именно на этих автомобилях, с позволением будет сказано, сделанных из быстро ржавеющего листового железа, фанеры и картона максимально комфортно перевозить больных, транспортировать беременных в далеко расположенные родильные дома и так далее. Все это по мнению вот этих вот велосипедистов-бреслеров и Павликов Степановых. Недаром были подключены эти агитаторы к этому вопросу. Очевидно, что Минздрав Республики Башкортостан, закупая вот эти скорые помощи категории «Б» в виде архаичных военных вездеходов, конечно же, пытается залатать дыры, несмотря на гигантские финансовые возможности и 74 миллиарда бюджета в 2019 году. Еще Максим Забелин рассказал нам о том, что он планирует построить 8 вертолетных площадок для санитарной авиации. При полном отсутствии самой санитарной авиации 8 вертолетных площадок – это здорово. Наверное, на них время от времени все-таки придется присаживать вот этот замечательный вертолет радио Фарита Чахабирова, который, вопреки нуждам санитарной авиации, у нас приобретен и на нем прекрасно перемещается. Не только сам Хабиров, но еще, например, Мурзагулов любит слетать на нем в Бурзян. Выслушав доклад Максима Забелина, Хабиров похвалил здравоохранение Республики Башкортостан, отметив, что система здравоохранения Республики за 2019 год существенно прибавила показатели хорошие с плюсом. Ну, собственно, это было типично для этой оперативки. Пятым вопросом оперативного совещания был тоже отчет. Отчет Министерства образования делал его, естественно, министр Хажин Айбулат Вакилович, который бегло перечислил показатели своего ведомства. Все победные, все прекрасные. Просто захотелось расплакаться. Честно говоря, мне трудно давать оценку эффективности работы Министерства образования Республики Башкортостан, потому просто пробежимся с некими отступлениями по его докладу. Во-первых, в строках Айбулат Вакилович почему-то заговорил о деньгах, сообщил, что бюджет его ведомства, консолидированный бюджет из финансов республиканских и федеральных, составил 51 миллиард рублей. Ну, именно Министерство здравоохранения и Министерство образования, как отметил Хабиров, кстати говоря, являются самыми ресурсными, самыми затратными в структуре бюджета республики. Совокупно Минздрав и Минобор у нас это 128 миллиардов только в уходящем году. Соответственно, конечно, затратная такая сфера. Так вот, Министерство образования потратило более 70% своего бюджета на зарплаты. Тут я сделаю одно отступление и сообщу, что выплатив 70% от 51 миллиарда в качестве зарплаты, между прочим, Министерство образования вернуло в виде налога на доходы физических лиц порядка 4,5 миллиардов обратно в бюджет Республики Башкортостан. Прямо скажем, такое доходное министерство. Ну да ладно. Теперь о показателях, которые перечислил Айбулат Вакилович. 92% школ в Республике Башкортостан теперь работают в одну смену. Это хорошо. 100% школ оснащены теплыми туалетами, сообщил Айбулат Вакилович, что, видимо, является в его представлении колоссальным достижением в 21 веке. В школах работает 61 стоматологический кабинет. Также по Республике Башкортостан колесят 143 школьных автобуса. Из них 6 новых, которые купила Республика в этом году и 37 новых автобусов, которые купили за федеральные деньги. К сожалению, Айбулат Вакилович не сообщил нам, сколько всего школ в Республике Башкортостан, чтобы понять, достаточно ли 61 стоматологического кабинета на все эти школы, достаточно ли 143 автобусов на эти школы. Но, тем не менее, вот этот момент Айбулат Вакилович умолчал. Также он сообщил, что все школы в Республике перешли на пятидневное обучение, и теперь у них есть тематическая суббота. Ну, в принципе, суббота все равно дети учатся, только не по расписанию, а как-то там тематически. Дальше Айбулат Вакилович вступил на зыбкую почву отчета по поводу реформы питания в школах. Он сообщил, что Республика Башкортостан заняла второе место в Российской Федерации по качеству школьного питания, и что с 1 сентября 2019 года введен единый стандарт школьного питания. Мне, честно сказать, страшно предположить, какой же уровень школьного питания в тех регионах, которые не вошли в призовую тройку. Если какой-нибудь регион находится на 10-12, не дай бог 20-м месте, то каково же качество питания в этих школах, в этих регионах, учитывая, что в последнее время именно с введением этого единого стандарта школьного питания Республику захлестнула волна отравления детей в школах, то есть то, что вот этот новый стандарт и его исполнение являются абсолютным злом, стало очевидным для всех, но Айбулат Вакилович так не считает. Айбулат Вакилович сообщил нам о открытии двух полилингвальных школ, тех самых пресловутых полилингвальных школ, номер 44 и номер 162, в республике Башкортостан и в Уфе именно. Также Хажин сообщил, что на будущий год он планирует открыть еще три такие школы. На этом, собственно, доклад Хажина можно завершать. Я имею в виду обзор этого доклада. Отмечу только, что Хабиров также положительно охарактеризовал работу Министерства образования, сказал, что год был непростой, что он шел на непопулярные вещи и пытался их переломить. Непонятно, шел на вещи и пытался их переломить. Ну ладно, видимо, речь идет все-таки об узурпации вот этой системы школьного питания. В следующий год Хабиров анонсировал в сфере образования годом борьбы за национальный образовательный центр. И он считает, что если республика Башкортостан не добьется устройства национального образовательного центра на своей территории, это будет провал. И на этом обсуждение образования закончилось. Как известно, в Новый год случаются чудеса, и они случились даже на оперативном совещании правительства республики Башкортостан. Я говорю о внезапном появлении на сцене и на трибуне этого солидного и, как правило, скучного мероприятия господина Австрии Гера Шайребль-Хофера Маркуса. Вообще, честно говоря, титр с его выступлением держался в эфире вот этой криво склеенной оперативки. Вообще, несколько десятых долей секунды вот этот сбой электрический, который происходил в сознании и в деятельности тех, кто организует трансляцию оперативки, повлиял вот так на Гера Шайребль-Хофера. Но мне удалось поймать стоп-кадр, чтобы хотя бы прочитать его фамилию. Я, честно говоря, вообще немножко растерялся, думаю, при чем здесь австрийцы, и какого они тут у нас, значит, в правительстве выступают. Но это не было оккупацией, аннексией или захватом. Гер Шайребль-Хофер Маркус оказался председателем правления ассоциации содействия, сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Австрии. Существует, оказывается, и подобная ассоциация уже. И почему-то он отчитался о деятельности представительства Республики Башкортостан в Австрийской Республике. Я не знаю, почему этому товарищу, гражданину, господину Игеру доверили эту почетную миссию, но тем не менее он отчитался. Вполне себе уверенно говорящий по-русски господин Шайребль-Хофер поведал нам о хронологии создания замечательного органа под названием представительства Республики Башкортостан в Республике Австрия. Он сообщил, что в июне случилось сразу несколько замечательных событий. Это открытие прямого авиасообщения между Уфой и Веной. Это факт того, что МВД и Министерство иностранных дел Австрии разрешили организовать представительство Республики Башкортостан на территории Австрийской Республики. Уже в августе случился визит делегации Республики Башкортостан для обучения глав муниципалитетов. Об этом мы чуть позже поговорим подробнее. В сентябре представительство заключило договор аренды помещения в городе Вена. В октябре началась полноценная работа представительства. И в ноябре уже случилась грандиозная презентация Республики Башкортостан в Австрийской Республике. На этой презентации присутствовали представители 30 компаний из Республики Башкортостан и было 300 посетителей из Австрийской Республики. А также господин Шаебль Хофер отдельно поблагодарил Андрея Геннадьевича Назарова за 10 положительных публикаций в СМИ Австрийской Республики. Я не знаю, так уж принято у австрийцев признаваться в аффилированности публикаций и проплаченности со стороны заинтересованных лиц. Но тем не менее он прям напрямую поблагодарил. Говорит, спасибо, говорит Андрей Геннадьевич, что организовали нам хвалебные публикации в австрийских СМИ. Господин Шаебль Хофер утверждает, что во время презентации Республики Башкортостан было подписано 3 соглашения области сельского хозяйства. В частности, одно из них о поставке 5000 тонн в месяц подсолнечного масла в Австрию. А также рассматриваются договора в области туризма, образования, здравоохранения. Ну это как обычно, вот это обычное бла-бла-бла про инвестиции. Господин Шаебль Хофер поведал нам о том, что представительство в Австрии, которое существует, кстати говоря, на бюджетные деньги, на наши с вами деньги, оказывает информационную поддержку. В частности, трем организациям эта поддержка уже была оказана. Из них две организации нам совершенно неизвестны. Это некая ПАО в НИИГИС и некая арт-оснастка. Ни о чем не говорит. Но третья организация, которой была оказана жаркая информационная поддержка представительства РБ в Австрии, это торговый дом Башхим. Это не что иное, как СОДА. И это очередное подтверждение тому, что господин Хабиров, его правительство, его администрация и в том числе представительство Республики Башкортостан в Австрийской Республике более чем неравнодушны к компании СОДА, проявляют к ней не только интерес, но и отеческую заботу, в том числе осуществляя информационную поддержку. Господин Шайбль-Хофер рассказывает нам о том, как перспективно возможно сотрудничество с Австрийской Республикой в области переработки сельхозпродукции, строительства студенческих общежитий, деревообработки и разработки нефтяных месторождений. Обо всем этом грезит господин Шайбль-Хофер в прекрасной Вене, пытаясь продвинуть там интересы Республики Башкортостан собственно за наши с вами деньги. В планах представительства в 2020 году перечислено следующее. Визит Министерства семьи, труда и социальной защиты. Ну, конечно, как госпожа Иванова и без австрийского опыта социальной защиты. Презентация Республики Башкортостан в Палате экономики Австрии. Презентация экономического потенциала Республики Башкортостан в Западной Австрии с привлечением компаний Италии и Германии. Интересный момент в планах представительства. Визит бизнесменов автомобильного кластера из Австрии в Республику Башкортостан. Я как-то немножко подрастерялся, полез в литературу, в источники, стал искать, а что за автомобильный кластер в Австрии. Может, в Австрии какая-то мощная автомобильная промышленность. Никогда не слышал об австрийских автомобилях. Выяснилось, что на самом деле Австрия производит автомобили существенно меньше даже, чем один отдельно взятый автоваз, который назвать гигантом автопроизводства никак нельзя. Австрия производит некоторое количество двигателей внутреннего сгорания. Вообще, конечно, автомобильный кластер в Австрии это нечто такое почти несуществующее. Но, тем не менее, в планах представительства Республики Башкортостан входящие. Также господин Шайбельхофер планирует осуществлять визиты отдельных миссий из Австрии. Видимо, недолгое пребивание господина Шайбельхофера в стенах правительства Республики Башкортостан все-таки наложило на него неизгладимый отпечаток. Он научился говорить теми самыми абстрактными, ничего не значащими фразами. Напомню, на всю вот эту веселую ерунду, которую нам поведал господин Шайбельхофер, Башкортостан тратит весьма ощутимые деньги. Башкирия датирует перелеты из Уфы в Вену. Башкирия оплачивает аренду помещения в Вене, зарплаты сотрудникам и так далее. Не знаю, получает ли господин Шайбельхофер государственные деньги и бюджетные средства, но какого-то рожна ему приходится выступать прямо в правительстве Республики Башкортостан. И прямо, скажем, выглядит он весьма заинтересованной стороной. Завершая то, о чем нам рассказывал господин Шайбельхофер, я бы подытожил это так. Вообще речь идет, конечно, о неком чиновничем туристическом агентстве, потому что Хабиров, например, подытожив выступление этого непонятно кого, он даже не руководитель этого представительства, но, в общем, этого Шайбельхофера, Хабиров повелел дважды в год возить в Австрию на учебу глав районов и муниципалитетов, причем на будущий год поедут главы сельских районов, вот им точно там в Австрии есть чему поучиться, особенно в Вене, там такой отличный кофе, такие вкусные сосиски, да и девчонки веселые. В общем, Хабиров, как и положено было по сценарию, положительно оценил деятельность представительства Башкирии в Республике Австрия, снисходительно отнесся к планам господина Шайбельхофера открыть еще два представительства, ориентированных на Италию и Германию. В общем, вот этот бизнес у Маркуса Шайбельхофера, по-моему, попер в гору, и только потому, что не посчастливилось Башкирии в том смысле, что дети от первого брака господина Хабирова проживают все в той же Австрийской Республике. Какие бы доклады ни происходили на этой финальной оперативке, все Радио Фаритовичу нравилось, всех хвалил, все молодцы, все трудились, работали. Ничто не смогло испортить настроение Хабирова. Хабиров был достаточно позитивно настроен, правильно, все-таки это была новогодняя оперативка. Завершил он эту оперативку раздачей грантов для муниципалитетов, городов и районов в Республике Башкортостан, которые отличились по тем или иным показателям достижения года, лучшие коммуникации с жителями и так далее. То есть было там пять номинаций. Не хочу об этом говорить, у меня складывалось впечатление, что раздали эти гранты как-то произвольно, чистый муниципалитет, самый чистый город. То есть у нас это город Октябрьский. Лучший диалог с инвестором у нас идет в городе Агидели. Лучшие коммуникации с жителем в городе Стерлитамаке, а также в Иглинском районе. Видимо, посредством вот этих вот фекальных фонтанов Иглинская администрация как раз и коммуницирует со своими жителями. Не хочу говорить об этих грантах, какая-то эта фикция. Хабиров завершил оперативку традиционно Маловерды, и причем это отступление, это лирическое отступление, которое обычно у него носит такой жесткий характер. В этот раз оно было максимально мягким. Процитирую, что сказал Хабиров, завершая последнюю оперативку, или, как он сказал, крайнее совещание 2019 года. Цитирую. «Год завершается, это крайнее совещание. Всех благодарю за этот год, но я хочу большего. Год мы притирались, пытались наладить понимание. Это, видимо, в отношении команды. У нас работа простая, сообщил Хабиров. Работаем для того, чтобы людям было лучше. Чуть было не сказал работать для людей. Чувствуете, да? Плагиат». Далее Хабиров перешел к легкому покаянию. Цитирую. «Хотел попросить прощения у некоторых. Я не скажу, что я человек излишне горячий, но горячился, когда видел несправедливость и нерасторопность. Горячился. На меня не надо обижаться. Лучше я вот так вот выскажусь, и вы начнете эффективнее работать. Приходится шуметь». В очередной раз Хабиров продемонстрировал свое представление о сущности и своих подчиненных, и населении вообще. Вот это вот какое-то запредельное высокомерие отношения к своим коллегам, к подчиненным, к населению Республики Башкортостан, как к некому скоту, регулируемому окриками, воплями и грубыми замечаниями. Вот это в Хабирове сквозит. К сожалению, я констатирую, что у него очень плохое отношение к людям, то есть он действительно считает, в том числе и своих коллег, некими такими понукаемыми существами, на которых нужно кричать, шуметь, и тогда они начнут лучше работать. То есть тут недалеко до хлыста, ну и так далее. Завершил оперативку в этот раз, как ни странно, Назаров. Он молчал все оперативное совещание, его никто ни о чем не спрашивал, и он ничего не говорил, и завершил это совещание двумя маленькими, на мой взгляд, абсолютно несущественными объявлениями о том, что Ростех станет стратегическим партнером для национального образовательного центра, которого у нас нет, и который нужно завоевать. То есть, как бы это называется, бабушка надвое сказала, и зачем нам это нужно. А также о том, что Республика Башкортостан заняла 33 место по уровню зарплаты Российской Федерации. Ну, не знаю, хорошо это или плохо, и зачем об этом было говорить в финале последней оперативки правительства Республики Башкортостан. Я поздравляю всех с наступающим, наступившим 2020 годом. Ушедший 2019 год был непростым, наверное, непростым для всех. Для меня он тоже был противоречивым, многообразным. Пускай 2020 год принесет нам что-нибудь хорошее, пускай он будет интереснее и веселее 2019-го. Мы позволим себе небольшие каникулы. Следующий выпуск «Открытой политики» выйдет 10 января. Надеюсь, что каникулы эти новогодние сложатся у всех весело, счастливо и интересно. Следуйте заветам руководителя Республики. Давайте не будем упиваться насмерть. Давайте посвятим эти каникулы своим детям, близким. Новый год, семейный праздник. Встретим его в семейном кругу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»